И здравствуй, дорогие друзья, с вами снова я, Андрей Харидс. Добро пожаловать на новое видео по F1 2020. Это режим моей команды, 20 этап из 22. Мою команду никто не смотрит, но я хотя бы первый сезон выложу. Ну и, наверное, второй. Все равно втором, скорее всего, чемпионом стану. Наверное, но это не факт. Короче, посмотрим потом, пока что у нас квалификация. То, что сейчас вы увидите в мой самый быстрый круг в первом сегменте, это вот вы будете думать, что это значит. Вышел ли я вообще во второй сегмент. Так что пока что мы посмотрим вот на именно этот круг. Ну а пока что я хочу сказать, что, пожалуйста, если вам реально интересны ролики по МайТиму, напишите это в комментарии. Я вот посмотрю, сколько хотя бы человек этим интересуется. Интересуется, потому что, ну, набирается только по 30 просмотров, например, на хайлайтов и мемах Формулы Зеро больше ста. Это как-то, ну, такая, что-то большая достаточно разница, знаете ли. И как-то пропадает мотивация вообще снимать МайТим. Прям совсем ее не становится. Ну и поэтому прям буду решать. Первый сезон уже, конечно, отснят, поэтому он точно будет. Вот, ну, именно само Гран-при отснято монтировать мне что-то становится прям уже впадлу как-то это все. Потому что, ну, опять-таки, мотивации нет, просмотров нет, ничего нет. Вот так вот я буду ныть, наверное, все время. Но, как бы, ладно, я улучшила одну и три относительно горожанам. И все уже, конечно, поняли, что я прошел дальше. Но почему я показала именно сейчас свой быстрый круг? Потому что он оказался лучшим. Я быстрее не смог проехать. Я даже повторить его не смог. Я ехал только с каждым сегментом все медленно. Не знаю почему, потому что, ну, я в каждом сегменте делал только по одной попытке. А, кроме третьего. В третьем было две попытки, да. Ну и, собственно говоря, перейдемся к результатам первого сегмента. Три десятых привез Хэмильтону. Магнус он проходит дальше. Наконец-то хотя бы когда-то он прошел дальше. Ну и во втором сегменте чисто еду насовсем, потому что два пидстопа в Мексике это дефолт. Ну и с небольшим контактом об стену завершаю круг. Я на третьей позиции. Круг был просто отвратительный. Ну и, собственно говоря, в третьем сегменте тоже круг был достаточно плохой. Магнус он 14, это, ну, для него, в принципе, нормально. Как бы меньше десятки до лидера, но все равно это как-то, ну, слабовато. Ну и, собственно говоря, в третьем сегменте, да, я первый сектор улучшал достаточно хорошо. Но в итоге даже не перебил время босса, который поставил. Время на две десятки медленнее, чем я в первом сегменте. А я сам приехал почти на полсекунды медленнее, чем в первом сегменте. Вот прям гениально. Ну, а в полной стартовой решетке у нас на поле стартует кто? У нас Макс Ферстаппен, который перебил Вальтер Булса. Макс опять в Мексике тащит. Второй у нас Вальтер и третий у нас я, хоть и должен был стартовать четвертый. Четвертый же у нас Шарли Клетт, дальше Льюис Хэмптон, Дэн Рикердо, Себастьян, Феттали, Даниил Квятт вместе на стартовом поле. Ну и два Маклэрена замыкают топ-десятку. Аликс Албон получает штраф и краски благодаря ему я поднялся на одну позицию выше. Также у нас еще штраф у Гасли, у кого-то вроде из Рено и два Вильямса замыкают топ-десять. Ой, топ-двадцать-два, да. Я помню, в Бельгии вроде сказал, была такая оговорочка, но в принципе ладно. Тактика софт-медиум софт, немного долил топливо или слил и отправился, собственно говоря, стартовать с третьей позиции. Рывок до первого поворота длинный, посмотрим, что у меня получится. Гаста не стартует Гран-при Мексики. У меня достаточно хороший старт получается, сразу же я уже поравнялся с Вальтер и Ботсом. Получаю слепстрим от Макса Ферсакона и это мне только на пользу. И тут он, к сожалению, дает уже слепстрим Ботсу, но я пытаюсь как-то подтормотить получше по внешней траектории, именно по самой главной траектории. И по внешней траектории я просто объезжаю вокруг Макса, оттормаживаю достаточно хорошо, прохожу шикану и выхожу на первую строчку. И, собственно говоря, давайте посмотрим на повтор старта, как же я так нормально стартовал и что у нас произошло с Вальтер и Ботсом. А Вальтер и Ботс у нас поначалу вообще провалил старт. Да, ему потом, конечно, Макс дал слепстрим, но, к сожалению, он сломал крыло. Сломал крыло он от Макса Перстапина, когда все перестраивались во второй поворот, то есть в первый поворот этой шиканы. Вы сейчас это увидите, вот, бам, произошел и нет уже крыла у Макса. Ну и, собственно говоря, давайте посмотрим на этот санборд Ботаса, как он просто сначала боролся со мной, потом решил как-то переключить траекторию Максу. Ну а Макс хотел взять пошире, но что-то Вальтере это не очень понравилось. Ну и а мы продолжаем первый круг. По длине ролика, возможно, вы догадались, какая интересная-то опять будет гонка. В принципе, я мог бы вставить тут только старт и финиш. Потому что вот абсолютно ничего не происходило, потому что, видите, уже полсекунды между мной и Перстапином, хоть я и ошибаюсь, и впервые еду на этом гребном полном баке. Ну и, собственно говоря, в принципе, после первого круга у нас идет, что правильно, пидстоп. Пидстоп после 10 кругов, переход на медиум. А знаете, что после перехода на медиум будет 16 кругов отрезка на этом медиуме? А потом, знаете что, переход на софт. Никогда не догадались бы, если бы я вам бы это не сказал. Ладно, рассказал всю свою стратегию. Секунда уже преимущества у меня над Максом. Ну и, собственно говоря, к пидстопу оно достигло 6 секунд. Вот, заезжаю на пидстоп, просто спокойненько меняю себе комплект. Он уже в ужасном состоянии, на нем уже ехать было тупо опасно, и я бы, скорее всего, сдох бы где-то по пути. Ну а так, заезжаем на пид, переобуваемся на медиум, как я и говорил. Пидстоп 2.7, не так уж и быстро, но я выезжаю, в принципе, не в таком уж и сильном трафике. Я выезжаю прямо подводить своего напарника, который стартовал с комплекта медиума. Я поначалу его пустил, взял слипстрим, он был очень медленный в шикане, и на этой же прямой я его и прошел. Собственно говоря, просто немного потерял времени за ним в этой шикане, потому что он прям был очень медленный. Он еще и чуть не заспинился на выходе, подрубил все режимы, чтобы его хоть как-то нормально пройти, потому что это бот, который не знает, что такое командная тактика. Ну и, собственно говоря, по внешней траектории я его объехал, поехал уже догонять Алекса Албана, которого я догонял очень быстро, но он на этом круге свернул на пидстоп. И остались на трассе только Ланда Норрис и Чека Перес. И эти две секунды до Переса я сожрал на этом же круге, и Ланда Норрис заезжает на пид, а я продолжаю атаковать каких-то пилотов, которые еще не были на пиде. А, ну и еще вроде Джиминация был передо мной. Короче, я что-то заплылся немного, но главное, что я прохожу Переса, выхожу в лидеры. Ну а дальше у нас что? Правильно, пидстоп. Пидстоп-переход на софт с медиума. У меня, кстати, не лучший круг. Тут произошел забавный момент с... Я думал остаться на еще один круг на трассе, но потом подумал, что один из кругов под конец все-таки софт выдержит. По стратегии я, наверное, должен был заезжать на краске в 26-м, заехал на 25-м. В принципе, не страшно. Баки пустые, софт выживет. Если он выжил 10 кругов, тем более уже поношенный в квалификации софт выжил 10 кругов со старта, то на пустых баках свежий софт 11 кругов спокойно протянет. Выезжаю очень впереди Хэмилтона, прям мега впереди Хэмилтона. Ну и под конец дистанции я, конечно же, поставил лучший круг, и мое преимущество составило 32 секунды. Не знаю, как вообще об этом можно разговаривать, о этой гонке, но мне было скучно. Я, по правде скажу, я себе там на фоне включил разные песни там. Ух, главное, что я это включил на телефоне и ехал без наушников, потому что если бы я это включил на своем ПК, то это было бы на записи, и вы слышали, какой гениальный хардбас у меня уже вот в ушах был, да. Ну и, собственно говоря, это была мега скучная гонка. Мега скучные 35 кругов из 36, только на первом круге было прикольно, когда я обошел Ферсапина и Боттса, а так все. Кстати, о Боттсе. Он после первого круга заехал на питстоп, сменил тебе крыло и заруинил тебе полностью гонку. Ну а Льюис Хэмилтон доехал вторым. А значит, в чемпионской гонке Льюис отигрывает достаточно много очков у Вальтери, а до конца осталось всего лишь Бразилия и Абу-Даби. Там будет, наверное, интересно. В Бразилии было ОРЛ, там был гениальный сет-сетап на Паодокс. Ладно, я вам сейчас уши сломаю своим криком. Ну а так, в принципе, в Бразилии будет интересно. Будет прикольно, если там вообще даже из первого сегмента не выйду. Ладно, короче, потом в Абу-Даби будут опять-таки гениальные тактики галактики, последний этап, потом межсезонье, самое интересное, где, скорее всего, будет просмотров побольше, чем на обычных гонках. Ну а потом опять будет по 30 просмотров на видео. Ладно, Магнусен доезжает у нас 14-й, с 12-й на 14-й он опустился. Учитывая то, что он достаточно долго ехал на медиуме, я надеялся на то, что он поедет на стратегию медиум-харт, вот, например, как Перес и еще кто-то поехали на софт-харт. А нет, Магнусен взял, поехал медиум-софт-софт и достаточно сильно провалился. По личному зачету у нас Льюис Хэнтон приходит в Альтери Ботса и опережает его уже на 8. И я остаюсь на третьей позиции, скорее всего, ее себе до конца сезона гарантирую. Ну а Магнусен остается в 16-м. Кудьи конструкторов Red Bull, в принципе, еще могут нас пройти, но им надо постараться. Ну а мне надо просто заруинить эти две гонки. У нас в рейсен-поинте Альфа Таури вдвоем проходит в Макларен и поднимается на 6-ю и 7-ю строчку, соответственно. Макларен сразу теряет две позиции и падает на 8-ю. В соперничестве побеждаю Макс... Ой, какой вам Макс Ферстаппин? Себастьяна Феттеля, просто 5-2 я его на этом этапе разгромил. Также еще 12-й левел пилота. У команды левел не поднимается. Выплаты от спонсоров плюс 700 тысяч. Еженедельные также выплаты продления спонсоров. Я, кстати, сначала думал как-то их поменять, может быть, какие-то покручить цели поставить, но что-то я захотел это сделать только после самого подписания. Ну и, собственно говоря, активность распределил, почти все дни себе забил. Ну а пока что мы никакие отделы обновлять не будем, потому что нам надо поднакопить деньги, чтобы, может быть, другого напарника подписать. Кто знает, потому что Магнус Эльчета как-то не особо и едет. Взял обновление шасси, чтобы у нас покрышки не так сильно изнашивались, потому что, ну, мне не нравится такой износ, если честно. Мы, возможно, уже к Абудабе поднимемся на какую-нибудь четвертую строчку в характеристиках, ну а в Кубе Конструкторов цель остаться третьими. Ну а на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.